Сейчас делаем тренировку с фитболом. Если вы думаете, что фитболы это только для беременяшек или для реабилитации, сделайте эту тренировку, перестаньте так думать. С фитболом включаются мышцы-стабилизаторы, очень хорошо активируются все волокна связующие, которые в других упражнениях, таких статичных, не работают. Так что давайте, ребята, очень крутая тренировка и на ягодицы, и на пресс, и на спину, в общем, на все тело. Делайте и оставайте комментарии, понравилась ли вам тренировка. В общем, это что-то нечто, я рекомендую. И первое упражнение это воздушные приседания с фитболом. Берем футбол, держим на прямых руках, и сейчас приседаем, а мяч поднимаем вверх над головой. И опять присели, колени разводим в сторону, мяч поднимаем над головой, вот, и спинку держим ровно, немножко наклоняем вперед, у нас она хорошенечко сейчас работает. Так как у нас фитбол еще делает так, чтобы спина стабилизировала мышцы. И обязательно втягиваем пресс. Еще делаем четыре повторения. Осталось три повторения. Живот втягиваем. Два повторения. И последнее приседание. Отлично. Дальше немножко динамично потянем спинку. Боковые у нас будут перекачивания. Тянем бока. Опускаем фитбол, насколько позволяет гибкость. Но это очень хорошее упражнение и для закачивания мышц пресса. Следующее упражнение это приседания на одной ноге. Ставим одну ногу на фитбол и разворачиваемся так, чтобы у нас фитбол был сбоку. И другая нога у нас стабильно должна стоять на полу. Наклоняем корпус вперед, отводим таз назад и сгибаем колено. Сейчас полностью вес тела у нас на той ноге, которая стоит на полу. Фитбол у нас в принципе наоборот мешает нам сделать все стабильно и включает мышцы стабилизаторы. Ну это надо принять, на то он и фитбол, чтобы нам немножко трудности давать. Дальше мы переводим корпус так, чтобы у нас мяч был сзади. Очень сложно это делать упражнение. Если вы, допустим, покачнулись или этот, это нормально. Ловим баланс, привыкаем, чувствуем, где у нас фитбол. Можно его поправить вперед-назад. Но этот выпад называется болгарский выпад и на фитболе его делать сложнее всего, честно признаюсь. Корпус наклоняем вперед, колено передней ноги не должно заходить за пальцы. Поэтому мы стараемся держать баланс, живот втягиваем. Если мы шатаемся, это нормально, это хорошо. Даже мы включаем мышцы стабилизатора, пытаемся выровняться и не упасть. Вот, делаем так 12 повторений. У нас осталось всего чуть-чуть уже. У меня осталось последних 4 повторения. Балансируем, не спешим. Здесь спешить не нужно. Хорошо ловим баланс. И, кстати, ягодичный очень активируется, потому что нужно стоять именно на передней ноге. Задняя нога нам практически не помогает, потому что все-таки на шар невозможно облокотиться. Ну что ж, делаем то же самое на другую ногу. Сначала у нас как бы боковой выпад. Мы ставим эту ногу на шар, на фитбол. У нас получается фитбол находится в стороне. Сгибаем колено и корпус наклоняем вперед, удовольствуем таз назад. Должно чувствоваться напряжение именно на задней поверхности педра и на ягодицах. Руки можно держать как вам удобно. Я взяла впереди замочек. И делаем упражнение. У нас 12 повторений. Мы молодцы, молодцы, молодцы. Ловим баланс. Достаточно сложное упражнение для того, чтобы все-таки ловить баланс и для координации. Еще этот шар круглый постоянно укатывается. Ну что ж, мы перекатываем его назад, так чтобы он был у нас позади. Выискиваем хорошее положение и приседаем. Корпус наклоняем вперед максимально, так чтобы у нас еще больше растянулось ягодичное. Отличное упражнение, просто отличнейшее. У нас осталось буквально пару повторений. Девчонки, если вы сейчас стоите и не падаете, или даже падаете и опять делаете, вы большие молодцы. Потому что это одно из самых сложных упражнений, которые я только делала. Болгарский выпад, он сам по себе сложный, а с фитболом это просто вообще очень-очень высший пилотаж, можно сказать. Даже без больших весов с фитболом очень сложно его выполнять, хорошо активируются все мышцы. Ну молодцы, мы заслужили немножко посидеть на фитболе, отдохнуть, выдохнуть, скажем так. И будем приступать к другому упражнению, тоже не менее эффективному. Перекатываемся по фитболу так, чтобы мяч оказался у нас под спинкой. Можно немножко потянуть мышцы пресса, немножко размять спину. Теперь смотрите, чтобы фитбол у нас оказался где-то на лопатках. Вот, и мы сейчас будем делать упражнение ягодичный мостик. Смотрите, проще всего и лучше всего удобней, когда мы ставим руки где-то на бедрах и немножко локтями можем придерживаться, как-то регулировать мяч, чтобы он не укатывался в стороны. И в мостике, конечно же, мы работаем до параллели, то есть у нас параллель от коленей до плечей. И когда мы выходим в мостик, у нас 90 градусов в коленях. Стараемся делать это упражнение с максимальной амплитудой, то есть ягодицами, можно сказать, касаемся пола и выталкиваемся вверх. Будем делать это упражнение 20 раз, у нас осталось еще 10 раз, если вы начали со мной. 9, 8, и 7 выталкиваемся бедрами, и 6, выдыхаем, опускаем бедра, и 5, и 4, и 3, отлично, 2, и последнее, 1. Блин, супер, молодчинки. Теперь можно покататься немножко на фитболе, расслабиться перед следующим упражнением. И следующее упражнение у нас будет на пресс. Сейчас покачаем боковой пресс, мы переваливаемся на бочок, поставили ноги широко, чтобы стабилизировать фитбол, и поднимаемся, скручиваем пресс, как можно сильнее делаем скрутку. Когда мы встаем, мы выдыхаем, когда растягивается пресс, вдыхаем. Всего будем так делать 12 раз, 12 боковых скручиваний, и выдыхаем, вдыхаем, скручиваем пресс, выдыхаем, вдыхаем. Пресс должен чувствоваться. А фитбол помогает нам еще и подключить мышцы-стабилизаторы, так, чтобы мы сейчас ловили баланс, не укатились ни вперед, ни назад. Хорошенечко сейчас прорабатываем. И поворачиваемся вперед, немножко смещаем фитбол. Чем больше он будет смещаться к ягодицам, тем сложнее будет выполнять упражнение. Но старайтесь так, чтобы вы не перевернулись назад. Примерно под поясницей держим. И хорошенечко растягиваем корпус, растягиваем, и потом выдыхаем, и прямо скрутку делаем, скручиваем. И еще выдыхаем, фух, прямо весь воздух. И растянули пресс, и выдохнули. Это упражнение нужно делать быстро, медленно, отлично прорабатывает пресс. Супер! Я бы сказала, что это самое эффективное упражнение на пресс из вообще каких-либо существующих. Вот именно на футболе. Девчонки, постарайтесь сделать 20 раз. Пресс должен чувствоваться, должен гореть. У меня горит он прямо нереально сейчас, потому что вот это упражнение задействует его на 300%. Скручиваемся и растягиваем. Скручиваем, растягиваем. Отлично! Молодцы! Доделаем, доделываем. И сейчас, зависли в этом положении, руки поставили перед собой, пресс у нас скрученный, и мы держимся 10 секундочек. У нас осталось всего ничего, 3 секундочки буквально, молочинки. И дальше мы делаем такое, подключаем косые мышцы пресса, именно со стороны в сторону переводим ручки, касаемся, дотягиваемся до коленок. Вот, и еще, 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 поделаем, поделаем. Чувствуется у нас и верхний пресс, и нижний, в общем, работает весь. Это сплошное полотно, но еще и плюс связующие мышцы. Отлично, 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 отлично. Все, отдыхаем, выдыхаем и поворачиваемся на другую сторону. Сейчас сделаем боковой пресс на другой стороне. Ребята, сфокусировались, поехали. И выдыхаем на скручивании, и выдыхаем. 12 раз делаем, у нас осталось 10 раз. 9, и 8, и 7. Отлично. Ребята, а живот у нас втянутый, и стараемся помогать себе и ногами, и руками, в общем, так, чтобы мы не укатились. Фиксируем положение. Молодцы, молодцы, молодцы. Делаем, скручиваемся. Отлично. Переходим опять в то же положение, где мы прокачивали прямую мышцу с пресса. Немножко потянули, и повторим наш супер сет. Подкатываем именно под поясницу мяч, и растягиваем пресс, затем сокращаем. Растянули, сократили. Ноги у нас стоят широко, для того, чтобы мы ловили баланс, чтобы проще нам было не упасть с этого фитбола. Вдыхаем и скручиваемся. Вдыхаем и скручиваемся. Хорошенечко сейчас чувствуется пресс, я уверена. Если у вас сейчас фитбол под поясницей, то пресс супер как работает. И чем сильнее вы скрутитесь, тем сильнее он работает. Да, он прямо сейчас горит-горит. Всего 20 повторений. У нас осталось буквально еще 9 повторений. 8. И скручиваемся, скручиваемся. Результат реально будет. Во-первых, горит жирочек. Тратятся калории. Еще мышцы пресса становятся более упругими и держат наши внутренние органы. И еще, когда накачивается пресс, он прямо втягивает живот в себя. Вот поэтому очень классно делает и талию, потому что мышцы становятся более, получается, близко расположены к себе. Дальше у нас руки перед собой. Пока я тут разоговорилась, мы уже доделали. Делаем, держимся в этом статическом положении. Ну, буквально 10 секундочек. Дышим, 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 дышим. Еще чуть-чуть скручиваем, скручиваем статически. Да. И сейчас делаем боковые скручивания вот такие вот. Для того, чтобы активировать, активируем косые мышцы пресса. Пресс у нас в этой тренировке активировался вот реально 350% уже. Касаемся коленок, тянемся к коленкам. Еще чуть-чуть скручиваемся, скручиваемся. Отлично. Девчонки, вы герои, вы молодцы. Девчонки, 10 секунд отдыха. Можно сесть на фитбол, можно попрыгать, можно походить. Вот главное, не ложитесь на пол. Нужно, чтобы активность какая-то была для кровотока. Подышали, подышали и опять спускаемся. Следующее суперэффективное упражнение у нас будет на ягодице. У нас ягодичный мостик на одну ногу. Опять же, первые пару повторений. Надо приноровиться, надо почувствовать, где находится фитбол, чтобы ловить баланс. И суть в этом упражнении такая же, как и на две ноги у нас ягодичный мостик. Мы толкаемся пяткой той ноги, которая стоит у нас на полу. А та нога, которая у нас на воздухе, она уходит вверх. И главное, чтобы у нас получилась прямая линия от колена, которая стоит на полу, той ноги, которая стоит на полу, и плечей. Стараемся сделать упражнение с максимальной амплитудой. Мы, получается, на выдохе выталкиваем бедра вверх, прожимаем их и опускаем. Выталкиваем вверх и опускаем. Очень классное упражнение, сложное. И без веса дополнительного с фитболом, так вообще очень сложное упражнение. Если вы сделаете 12 раз, вы большие молочинки. Делаем последние два повторения. И последнее. Отлично, супер. Немножко дышим. Продыхнули, продыхнули, продыхнули. И сейчас сразу же пойдем и сделаем это уже упражнение на другую ногу. Все, ловим баланс. Немножко смещается фитбол, смещается центр тяжести. Мы отталкиваемся пяткой той ноги, которая на полу. И бедра выталкиваем вверх. Та нога, которая у нас на весу, она не работает. Вот она, можно сказать, статически выполняет свою функцию так, чтобы мы видели, что мы подняли бедра. Вот. Отлично, отлично. Можно положить руки на бедра и немножко помогать себе локтями удерживать фитбол. Вот. Но толкаемся мы пяткой той, которая у нас на полу. Отлично, отлично, отлично. Осталось совсем чуть-чуть. Выталкиваемся. Опускаемся и выталкиваемся. У нас осталось буквально пять повторений. Не спешим, делаем в своем темпе. Четыре повторения осталось. И три. И держим баланс. Два. И выталкиваемся бедрами. И последнее. Отлично. Молодцы. Ягодицы горят, пресс горит. В общем, тренировка вообще сложная и очень эффективная. Вот. За 20 минут мы с вами прокачали, прокачаем все тело. Но уже сделали большую часть тренировки. Вы большие молочинки. Немножко потянули пресс. Сейчас он хорошенечко у нас растянется, чтобы у нас завтра не болел. Либо меньше болел. Вот. Дальше самое сложное упражнение. Практически, потому что все сложные в этой тренировке. Мы ставим пальцы ног. Получается стопы. Подъемы на фитбол. И стоим в такой планочке. Хорошо бы постоять 30 секунд. Если можете больше, можете постоять и больше. Вот. Животик у нас втянутый. И дальше мы подтягиваем себе колени. Вот. Это еще сложнее. Сами регулируем расстояние сейчас до фитбола. Вот. И подтягиваем колени. Скручиваем корпус. У нас сильно сейчас работают мышцы пресса. А также передняя часть бедра. В общем, упражнение огонь. На выдохе подтягиваем колени. И выдыхаем, скручиваемся. Хорошо. Отлично. Молодцы. Все. Закончили упражнение. Подышали. Сели на фитбол. Можно попрыгать на фитболе. Можно покататься на фитболе. Делаем буквально 10 секунд отдыха. Немножко восстанавливаем дыхание. Так как тренировка у нас интенсивная. Мы не будем долго отдыхать. Мы сразу сделаем еще парочку упражнений. И все. И на этом вы будете свободны. Можете заниматься своими делами. Знаете, что на сегодня программа максимум выполнена. Переворачиваемся сейчас медленно, но уверенно на живот. Вот, перекатываемся так, чтобы фитбол у вас оказался на животике. Вот. Лежим на нем. И сейчас у нас будут упражнения для ягодичек. Поднимаем ножки и опускаем. Подняли ножки, опустили. Впереди руками мы фиксируем фитбол, чтобы он у нас не катался. Вот. И чем выше мы поднимаем ножки, конечно же, тем больше будут задействоваться именно ягодицы. Также у нас еще и спинка здесь задействуется. Вот. И задняя поверхность бедра. Делаем такие подъемы. И еще. Поднимаем ноги и задерживаем их в этом положении. Делаем такую статику буквально на 10 секундочек. Еще чуть-чуть, осталось совсем немного. Дальше будет немножко разнообразнее упражнение. И делаем такое упражнение под названием ножнички. Поехали. Тоже недолго будем делать там ближайшие 10 секунд. Выполняем, выполняем, выполняем. Работает все связующие мышцы сейчас у нас. Мы большие молодцы. И поехали. Делаем ножнички быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Осталось совсем чуть-чуть. Давайте, давайте, давайте. Быстрее, быстрее, быстрее. Делаем, 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 делаем. Чтобы сейчас у нас горело все там. Отлично. Молодчинки. Далее мы облокачиваемся на живот и делаем такие приседания с опорой на полупальцы. Поехали. Выталкиваемся полупальцами. Выходим в горизонтальное положение на фитболе, на животе. Фитбол у нас перекатывается вперед. У нас сейчас хорошенечко активируется передняя часть бедра. А также икроножная мышца. Делаем, делаем, делаем это упражнение. Оно не совсем сложное. Но зато очень полезно. Проработаются все мышцы. Далее остановимся в этом положении на фитболе. Руки у нас за головой. И приподнимаем корпус, переднюю часть корпуса. Лопаточки смыкаем. И немножко себя поддерживаем ножками. Сейчас у нас хорошенечко работает спина. Упражнение для проработки королевской осанки. И последний подход. И остаемся в этом положении вверху. Руки держим перед собой. Вытягиваем на статико буквально 10 секундочек. Держимся, держимся, держимся. Отлично. И теперь самое приятное, это упражнение на легкую растяжку, на фитболе. Все, теперь у нас не будет уже таких сложных упражнений на закачивание и на мышцы стабилизаторов. Можно покататься так, как вам нравится. Прочувствовать обтекающую форму фитбола. И хорошенечко размять мышцы. Поворачиваемся на спину. Это мое любимое упражнение. Оно отличное. Во-первых, и спину растягивает, и мышцы пресса, которыми мы сегодня очень хорошо потрудились. Тоже ножки у нас стоят на полу. Колени согнуты где-то в 90 градусах. И мы немножко перекатываемся со стороны в сторону. Еще одно очень хорошее упражнение с фитболом на растяжку. Это когда мы стоим на коленях перед фитболом, локтя мы поставили на фитбол и тянемся, получается, прогибаем скипину. Также это упражнение можно сделать ровными руками для более глубокой амплитуды. Растягиваем спину. Стоим, варьируем градус в бедрах. Делаем либо в 90 градусов, либо можно снизить угол. В общем, на этом упражнении мы закончим нашу тренировку. Если вы доделали эту тренировку, то обязательно почувствовали, что у вас активизировались все мышцы. Мышцы пресса, мышцы спины, мышцы ягодиц. Фитбол это отличный вариант для того, чтобы проработать все мышцы в теле. При этом аккуратно, деликатно, ничего не потянуть, ничего не повредить, но хорошенечко нагрузить. Сегодня вы супер молочинки, шлю вам лайки и поцелуйчики. А мы увидимся с вами уже на следующей тренировке. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok